Там описывается, что наша жизнь, она соткана из разных моментов, и зачастую это не ты такой молодец. Это просто случились с тобой некие обстоятельства, которые повлияли на твою судьбу. И как бы за этим часом отматывая назад, я понимаю, что в моей жизни был ряд таких обстоятельств. Вот я вам только что расставал кейс с учительством. Я Ромит Мухаряпов, со-основатель Холдинг Эджика Фэмэри. Я родился в 1984 году, 21 декабря, как бы Сталин, в один день. Этим горжусь, кстати. Родился в полу матери. Папа у меня предприниматель. Начиная с 90-х годов, пробовал заниматься различного рода бизнесом. Как правило, это был торговый бизнес. Мама врач, она в свое время была главным педиатром в медицинской области, то есть лечить детей. Потом со временем, правда, она тоже пошла в парикмахистскую среду, с дизе. Она открыла клинику стоматологическую, хотя она сама не стоматолог, но довольно талантливый менеджер. Поэтому с этой поры она успешно функционирует уже больше 20 лет. Да, решение вернуться было непростым. Для меня дело в том, что, считайте, я здесь закончил школу, потом я был практически 8 лет в Москве, возвращаясь в Казахстан важный год на зимние летние каникулы. Поэтому был такой психологический страх, что я возвращаюсь, я никого не знаю. Вот за 8 лет действительно это все вымывается, да, ты никого почти не знаешь. Это первый страх. Второй страх – это страх перед рынком, потому что в IT мы тоже ничего не понимали. То есть мы для этого занимались традиционным бизнесом, в интернете знаем ноль. Вообще, как тратить, привлекать откуда, как рекламу, ничего не знаем. Но в конечном счете очень многие наши прогнозы и предположения, которые мы строили перед запуском, как что у нас пойдет, они оправдались. То есть, как оказалось, рынки очень похожи, и Россия, и Казахстан. Все, что работает в России, все работает в Казахстане. Но на старте было много сложностей. И, конечно, я очень хорошо понимаю, что такое вот эта долина смерти, да, когда ты уже включился, ты уже растешь, но ты понимаешь, как быстро тают деньги, твои запасы, которые у тебя были. И ты понимаешь, как еще не близко светлое будущее, что ты еще только-только начинаешь первые копеечки зарабатывать. Могу, конечно, вот сейчас я глядясь назад, понимая, что есть огромное разница между малыми компаниями и средними компаниями. Потому что не проблемы другие совершенно. Когда ты вырос до определенного размера, то ты уже, у тебя нет мысли, например, как заплатить за аренду, или у тебя нет мысли, где же достать деньги на зарплату персонала. У тебя нет вот этих супер приземленных вещей, о которых постоянно думает малый бизнес. Как бы фокус смещается на совсем другие вещи, которым гораздо приятнее заниматься, чем каждый день думать о деньгах. Вот это прям особый кайф. А вообще, для понимания, я понял, есть очень важный момент, и надо объяснить с самого начала, прежде чем вообще хоть чем-то заниматься, любым бизнесом. Первый элемент, который ты должен иметь, это рынок, на который ты идешь. Это очень важно, как оказалось. То, чем мы занимались до этого, оно было по-своему успешным, но оно никогда бы не стало большим. В итоге ты за этим шестом понимаешь, что, наверное, вот в идеале тот элемент был бы вообще в идеале пропустить. То есть вообще не заниматься то, чем мы вначале занимались. Это вечеринки, реклама вузов, вкусные альбомы. То есть оно изначально и не могло вырасти во что-то большое. Если бы мы стали заниматься интернет-бизнесом, например, в шестом году, а не в одиннадцатом, то сейчас мы были бы, возможно, там еще были прокачаны. Мы были уже на какой-то международной компании и так далее. То есть есть все равно ощущение, что выбор рынка – это вообще ключевой момент. Сейчас, когда мы думаем о новом проекте, это вообще главный вопрос. Этот проект может быть большим или не может? Если он не может быть большим, мы даже не рассматриваем, какой бы он классный в остальных частях не был. Это очень важно, на какой рынок ты идешь. Сейчас это один из ключевых моментов, которые я очень хотел бы, чтобы предприниматели осознали. Что не надо строить, скажем, ларек. То есть это бизнес, который изначально имеет некие ограничения. Твоим покупателем будут люди, которые по этой улице ходят, например. Ты должен думать о том, как потенциально вообще выйти на мировой рынок. Вот у меня, кстати, второй факт. Первый, я говорил рынок. Второй очень важный фактор для успеха, я считаю, это амбиции. То есть обязательно должны быть амбиции. Когда мы недавно съездили в Штаты, пообщаясь со стартапами, которые там успешны, ты понимаешь, что оказывается, все вот эти суперновации, которые в мире происходят, и делают точно такие же люди, как ты, от тебя ничем не отличающиеся. Но они занимаются великими, классными, интересными вещами, а ты здесь, скажем так, копошишься. Ты понимаешь, что ты можешь делать и гораздо более крутые, ты можешь делать самоуправляемые автомобили. Только тебя надо оказаться на правильном рынке. Я думаю, что это очень важно. Чем быстрее предприниматель скинет сюда вот эти шоры, тем лучше он будет. Короче, амбиции быть в чем-то мировым технологическим лидером.